И есть, и это как бы уже является добавка самого Кургиняна, есть как бы вот этот альтернативный проект модерну, да, он зародился давно и в нашей истории он постоянно проявляется, этот параллельный и альтернативный проект, он является тоже западным исключительно, поэтому он посвящает очень много времени обсуждению, почему он является западным. И этот альтернативный проект является сверхмодерным, точно сверхмодерным, он как раз ассоциируется с последней метафизикой, метафизикой, которую можно было бы назвать антигностической, это и хелиостической, как любят говорить Кургиняна, это вот метафизика, связанная с тем, что вот есть вечная вековая борьба между добром и злом, между тьмой и светом, и невозможно достичь какой-то цели, да, и на ней почить. То есть все можно добиться только постоянно находясь во вражде, постоянно находясь в некой борьбе. Если мы посмотрим историю Советского Союза, то он постоянно чувствовал себя в окружении врагов, да, и постоянно с кем-то боролся, и более того, врагов он искал уже даже внутри, как пособников, да, вот этих вот внешних врагов. То есть внешние враги это как бы был в свою роду пол. Вот эта вот метафизика, да, мобилизационная, где на самом деле постоянно с кем-то борются, где постоянно ищут врагов, она на самом деле может быть с точки зрения прогресса тоже достаточно эффективной. Да, потому что, как Кургинян цитирует, там, и вечный бой, покой нам только снится, и другие какие-то там у него возникают поэтические образы. Вот этот вечный бой, да, пока существует бой, пока вот есть эта энергия, которая связана с тем, что мы идем побеждать врага, да, врага вековечного, да, тьма потому что является тоже предвечным началом, она невозможно, ее невозможно победить, ее можно только удержать, да, вот есть, у нее такой образ красивый есть, вот остров такой, да, в море где-нибудь стоит, один маленький одинокий остров, и на него постоянно вот наваливаются, налетают, и бьют об скалы этого острова волны, да, вот они постоянно агрессивные, активные волны бьют об этом. Этот остров, а остров все равно стоит. Вот такой образ. И вот эту вот метафизику, которую он называет Красный проект, то он, собственно, и указывает, что наша метафизика, собственно, метафизика советская, она такова. И, собственно, он именно отталкивается от этого, что кругом враги, и что надо бороться с врагами. Ну, это старая тема, да, вот как бы если вспомнить Сталина, когда постоянно были враги народа, враги внутренние, враги внешние, и вообще вся динамика развития советского общества, она была связана именно с тем, что боролись с врагами. Боролись с врагами везде. Теперь вот я сделал введение по поводу того, что сказал Кургинян, для того, чтобы просто ввести, вбросить саму тему. Собственно, как бы мой доклад будет состоять в последующем, потому что, собственно, что я хочу сказать, оно не связано, собственно, с Кургиняном, потому что Кургинян это некий пример. А я хочу, как бы, рассказать о том, что по этому поводу можно сказать, в принципе, да, исходя из неких абстрактных, абстрактной логики. Вот, смотрите, вот есть некое целое. Это целое, для того, чтобы быть определенным, оно и должно иметь границу. Естественно, как бы, даже если мы просто воображаем пространство, его нарисуем, как бы, да, вот, сразу обозрится две области. Само целое, да, и все, что находится по ту сторону его границы. Вот это вот находящееся по ту сторону границ этого целого является иным. Само это иное тоже раскладывается на две части. Первая часть это некое нейтральное иное, просто как некое поле, куда может это целое передвинуться, да, вот как в пространстве, может поменять место. Вот так же примерно в неком смысловом, я имею в виду пространство сейчас смысловое, да, вот в смысловом пространстве есть целое, и это целое может свои границы немножко двигать, да, вот есть некое нейтральное поле, где оно может двигать. Но в этом нейтральном поле есть некий предел, и в этом пределе находится иное. Причем смысл иного состоит в том, что оно по смыслу иное. То есть оно существенно нечто другое. Оно не противоположное, еще раз говорю. Здесь нет такого противоположения в смысле деятеля, обязательно, что есть некий антагонизм. Нет, оно просто иное, иной природы. Вот есть целое некое нейтральное поле, на котором оно может двигаться, и некое иное, которое по природе своей просто другое. Существует три вида, на самом деле четыре. Ну будем говорить, существует четыре вида отношений этого целого иного. Первое отношение. Назовем его просто юношество. Первое отношение состоит в том, когда целое, обозревая само себя, и смотря на то, что находится в ином, считает, что для него нет никаких ограничений. Что вот оно такое бодрое, оно такое молодое, оно такое энергичное. Оно может двинуться в это иное, и все это иное превратить в свое жизнь. То есть нет никаких пределов, нет никакого сопротивления. Ему так кажется этому юношеству. Юношеству всегда кажется, что на самом деле стоит только приложить какие-то усилия, что-то сделать, подойти к делу с каким-то активизмом и энтузиазмом, и все решается. Это первая позиция. Вторая позиция, когда это юношество, в процессе своего жизненного опыта, вступает в это нейтральное поле, оно рано или поздно отталкивается на это иное совершенно другое, которое невозможно изменить, поскольку оно в принципе иное, оно иной природы. Вот это вот иное, можно было бы назвать с точки зрения вот этого целого, оно будет представлять собой некое инертное. Оно не хочет стать таким же, как это целое. Оно инертное, можно его обозвать. Оно там пассивное. Это вот благородное целое. Оно пытается как бы заставить это инертное стать таким же, как это целое благородное. Но это инертное не хочет таким стать таким. Оно хочет остаться другим, оно хочет остаться неким своим. И вот когда юношество постоянно сталкивается с этим сопротивлением, возникает некая ситуация зрелости. Когда человек понимает, в нашем случае целое, когда целое понимает, что бессмысленно бороться с этим иным, достаточно того, что вот есть оно целое, и что у этого целого есть некая свобода действия в этом нейтральном поле. Это ситуация зрелости, да, как бы ситуация равновесия, в которую приходит целое, когда оно пытается, как бы пытается свой активизм продвинуть дальше. И существует как бы третья позиция, позиция уже старости. Старость в чем состоит? Что целое уже на самом деле не только не может сохранить некую свободу в рамках вот этого нейтрального поля, оно само уже старое, загибается, границы его схлопываются, да, и все, что на него навалится, на эту старость, да, все им кажется агрессивным. То есть старость сама по себе есть некий как бы распад, да, и вот этот распад, который является просто естественным законом, воспринимается этой старостью как на самом деле некая агрессивность извне. Оно начинает искать врагов, оно говорит, вон там некое иное. Я не потому распадаюсь, что есть естественный закон распадения, да, в целом. Что все, что когда-то имеет границы, все конечное, рано или поздно исчезает и уничтожается. Нет, это не я виноват. Вот эти вот какие-то иные, вот они на самом деле задумали какие-то агрессивные действия, они там что-то, оно это иное там, вот это пассивное, инертное, которое я в свое время не смог преобразовать в такое же, как я. Оно на самом деле является причиной, почему я распадаюсь, почему мне так плохо. Вот это простая такая логика трехчленной. Я сказал, есть еще четвертый член, я об этом на этом четвертом члене останавливаюсь чуть-чуть позже. Теперь, как бы, что такое на самом деле метафизика, которой говорит Кургинян. Что это такое? Мы видим постоянно его призывы о том, что вот как это Америка, там Европа, там какие-то злые силы, постмодернизм там. Старость, ясно. Да, да. Что на самом деле, что Кургинян вещает вот эти позиции старости. Ему тяжело. Вот эта оболочка, да, вот этого целого, этим целым является, допустим, наша СССР. Это можно рассматривать на различных уровнях, на уровне СССР, на уровне отдельной личности. Но прежде всего на уровне страны, да. Страна просто рухнула под своей тяжестью. И кто его не убивал, эту страну, не было никаких других сил. И сам Кургинян постоянно удивляется, как могло быть так, что вот СССР стоял 80 лет, да, и казалось бы, все замечательно. Сам Кургинян работал в это время в театре. И казалось бы, вот если... Он даже рассказывает это с какой-то такой ностальгией, да. И вдруг ему пришлось заниматься тем, что вот он СССР развалился на кучи стран. И сейчас современное состояние России тоже является катастрофичным. Это вот некое вот действительно... Все его слова указывают на то, что он находится в этом состоянии старости. Он... Чего тут на самом деле проблема состоит? Проблема состоит в том, что вот эта вот старость, она не рефлектируется, она не хочет сознаться на самом деле, что проблема состоит не во внешнем, не в ином. Иное всегда ведь есть. У любого целого всегда есть иное. В этом нет никакой злой воли, никакого урока-то в этом, нет. Иное всегда будет, да. Оно становится агрессивным или, например, как я говорил про юношество, или просто случайно, прозрачно, да. Зависит из-за того, как мы на него смотрим. Это наша интерпретация этого иное. Иное есть, да. Вот Кургинян критикует постмодернизм и считает, что это... Он даже там ополчился против Хлобысти, но у него там есть целый видеофильм, посвященный тому, какой Хлобысти, ну, в общем, постмодернист. Ну, это... Я просто показываю, что выводы Кургиняна иногда просто совершенно неадекватно. Причем здесь постмодернизм и причем здесь Хлобысти, не очень понятно. Ну, даже, допустим, это и так. И, допустим, Хлобысти действительно действует в неких рамках постмодернизма. Но реально ведь он не понимает, что такое постмодернизм. То, что он пишет о постмодернизме, не соответствует самому понятию. Есть такое очень замечательное у него место. И оно, на самом деле, как бы проникнуто пониманием истины самого процесса. Вот он говорит, что... Вот есть некое развитие производительных... Ну, не, развитие... Внутреннее развитие системы, да, вот есть. Оно неизбежно приводит к некому внутреннему вырастанию, да. Как бы система всегда вырастает изнутри. Как появился модерн, да. Внутри традиционного общества выросли, созрели некие условия, благодаря которым возможно было передвинуться на некую более высокую ступень развития общества. Да, вот в модернизме. Точно так же, что такое... Почему от модернизма мы переходим в постмодерн? Ведь вопрос связан не с тем, что обязательно какая-то деградация. А ведь можно поставить вопрос, это ведь всегда же точка уверения, да. Ведь на любой... Вот мы видим полстакана. Оптимист скажет, что вот целых полстакана. Пессимист скажет, что всего лишь полстакана. Да, ведь это всегда вопрос рассмотрения, вопрос оценки. Ведь можно рассматривать постмодернизм как наворотник и продолжение этого прогресса. Модернизм свое отжил, да. Теперь возникает новая эпоха, постмодерн. Если брать постмодерн с этой точки зрения, не рассматривать как регресс, да. Не с позиции старости его рассматривать, а наоборот брать его с позиции, как я вот говорил, юношеской философии, да. Что на самом деле мы движемся в неком бесконечно-беспрерывной линии прогресса. То можно и сказать, что такое постмодернизм на самом деле. На самом деле постмодернизм объясняется, исходя из того, что современный уровень общества, современный уровень развития техники, современный уровень развития промышленности и всего указывает на то, что развитие общества, развитие промышленности, развитие культуры, и развитие техники, оно на самом деле достигло такого высокого уровня, что человек перестал соответствовать этому уровню. То есть возникло некое противоречие между тем, что требуется для того, чтобы дальше двигать эту технику, и уровнем человеческого мышления. И вот постмодернизм, как мне кажется, это вот есть некое новое движение, которое приводит это состояние человека в соответствии с той ситуацией, которую мы имеем, то есть ситуацию современности. В чем состоит это развитие техники, я пытаюсь пояснить. Вот смотрите, есть такой интересный философ современности, он француз, он и философ, и политик одновременно. Зовут его Жак Атали. И вот у него есть такое интересное произведение «Кочевники». Он рассказывает о том, как ему видится будущее общества. Вот у него есть такой футуристический проект. Но на самом деле я просто пытаюсь понять, с какой стороны зайти, на то, чтобы объяснить, что такое постмодернизм. Вот есть такой термин у Белеза, одного из ведущих, философов постмодернизма. Есть такое тело «Намад». «Намад» — это в переводе с греческого «кочевник». На самом деле современный постмодернический человек является вот этим «номадом», «кочевник». «Кочевник» в смысле культурных смыслов, в смысле идеи, религий, наук. То есть человек не прикреплен к какой-то системе ценностей, которые выстраивает весь мир сверху вниз. К некой устоявшей системе, как в традиционном участии была, в виде идеологии одна какая-то религия, скажем, христианства. И она как бы определяла все стороны жизни. Нет, не так. «Намад» — это человек, который откреплен от смысла. Он является чистой формой, чистым действием. Вот содержание — это нечто вторичное. То есть человек настолько укрепился и укоренился в себе, и он настолько уверен в своих возможностях, что он может оторваться от содержания и двигаться в чистоте, в своей чистоте. Вот такой вот культурный «номад», да, «номад» такой, идейный «номад», вот, собственно, он выступил впервые в постмодернизме на авансе. И то, что это внешне иногда выглядит так, что вот некие эпатажные художники рисуют там какие-то там свои картины, и выставляют на показ, или там в архитектуре, или как бы в литературе, какие-то есть формы, да, там, которые шокируют обычных людей. На самом деле это просто некие проявления того, что люди настолько уверились в себе, настолько укоренены в себе, что позволяют, могут позволить все, что им интересно. То есть они перестали как бы ориентироваться на некие смыслы, которые затвержены один раз, да, которые являются фундаментальными и кем-то там определенными. Допустим, Богом там определенной, или определенной там, наукой определенной, не важно. Что вот нету таких смыслов, да, что на самом деле человеку есть некая действия и форма, и он сам должен эти смыслы порождать, он сам должен выбирать некий мир. И, собственно, вот это и есть идея нового человека, постмодернического. Почему эта идея соответствует тому, в какой уровне достигла техника, в какой уровне достигло наше общество? Потому что современное общество, это есть общество, которое стремится в техническом отношении все сделать переносным, да? Переносные компьютеры, это камеры переносные, да? Это электронный банк клиент, там, не выходя из дома, можно совершать какие-то операции, там. Сотовая связь. Сотовая связь. Офис, это как называется? У нас ноги телефоны. Кул-центры, в смысле? Да, кул-центры, да. Собственно, все становится миниатюрным, да? Человек может жить, допустим, в любой стороне, и тем не менее находиться в постоянной связи со всеми другими людьми. Со всеми другими людьми он не перестает быть прикрепленным к какому-то государству, к какой-то семье, к какой-то частной местности, да? Он становится, в буквальном смысле, подвижным во всех отношениях, и в отношении пространственной географической, и в отношении пространства смысла. Человек становится, вот, в буквальном смысле, Богом. Он становится Богом в том смысле, что он может выбрать мир, да? Мы можем выбрать мир. И можем его сами выстраивать. Вот это вот и есть постмодернизм. А все, что говорит Кургинян, и все, что он видит только негативного постмодернизма, но это и есть способ видения, да? Можно, конечно же, везде, так сказать, найти свинью, да, если постараться. Свинья везде найдет грязь, да, как говорят. Но на самом деле есть и позитивное в этом. Позитивное состоит в том, что вот родился новый человек, родилась новая форма жизни, да, вот эта вот, намадическая форма жизни. В интернете очень много об этом обсуждается. И, собственно, как бы вот в завершение я хотел бы просто сказать, что на самом деле то, что пытается сделать Кургинян, а именно, в основном за свои задачи он видит восстановление Советского Союза, но уже как бы в других формах, да, в новых формах, там, с учетом тех ошибок, которые были совершены. Он считает, что вот этот красный проект, это поможет... Сейчас модернизм и постмодернизм находятся в неком как бы разложении, да, все как бы валится, Европа валится, Америка валится, все валится. И вот как бы Россия должна спасти мир, да, она должна предложить новый проект, этот, сверхмодерн, да, и как бы тем самым и себя спасти мир, да. Так вот, я вижу в том, чем занимается Кургинян, что он на самом деле и есть настоящий постмодернист. Никаких других постмодернистов ведь не бывает. Ведь что он делает? Он на самом деле встал в некой ситуации. Вот, допустим, неважно там, связано ли это дело, это обоснованное ли его чаяние с тем, как в каком состоянии находится сторона, там, или какие-то другие идеи бродят в его голове. Это совершенно неважно. Но он встал и хочет на основе вот этих неких светских идей, на основе каких-то смыслов, которые сам же придумывает, да, который выбирает, да, из толщи многих смыслов, выстроить некую новую систему, обосновать некую новую метафизику, причем то, что он называет метафизикой, это просто некая частость, да, потому что можно же придумать другие какие-то формы, совершенно конструктивно разнообразные. Это просто всегда, предел этому всегда коренится только в способности того, кто строит эти системы, да. Так вот, он и есть постмодернист, он взял на себе этот груз, он встал и активно движется, и пытается изменить мир. Так вот, почему вот этот новый человек, он является обязательно активным. Очень важно, именно в этом и состоит попытка понять и Кургиняна, и понять то, что пытаемся сделать мы на своих семинарах, то, что пытаемся, мы там пытаемся, несмотря на всю тяжесть, несмотря на всю инертность окружающего мира, пытаемся выстроить некий там философский смысл, пытаемся что-то осмыслить, пытаемся выстраивать, может быть, куция, но философское движение, как мы его понимаем. Почему? Это очень важно. Потому что, с точки зрения, еще раз я говорю, что в постмодернизме человек является чистой формой, он является чистым действием. И это чистые действия, или, как говорили экзистенциалисты, чистая возможность, да, она существует только, когда она осуществляется. То есть потенциально возможности не существуют. Мы можем говорить сколько угодно, что вот, я потенциально могу там городом свернуть, там стать миллиардером, там, не знаю, стать великим ученым, но пока я никакого, если я ничего, как бы никаких шагов не подпринимаю. Ты по большому счету говоришь, что мы хорошие, а они все такие инертные и плохие. Нет, я не об этом говорю, я говорю, что нет другой формы, но вот есть новая форма, новая, которая народилась, постмодернизм, чистая форма, чистая действия. Другого способа осуществления этого действия, другого способа существования его нет, кроме как быть активным.